Так, прямо что у нас? Прямо по курсу. Так, вышли мы и видим сразу же дворец премьер-министра Малайзии. Премьер-министр Малайзии это лидер правительства, глава кабинета министров, лидер партии, победившей на выборах. Каждые пять лет в Малайзии устраиваются парламентские выборы, люди дружно идут на участки и голосуют за нужную партию. Побеждает всегда одна партия, и ее лидер является премьером. Премьер-министра в Малайзии было всего шесть, и в этом дворце непосредственно сидело всего два премьера. Три, извините. Премьер-министр номер четыре, номер пять и номер шесть. Нынешний премьер-министр, который занимает этот дворец, переизбрался в 2013 году на второй срок и будет сидеть на троне до 2018 года. Дальше будут следующие выборы, и если его партия опять победит и доверит ему этот пост опять, то, соответственно, он продолжит третий срок сидеть. В данном случае в Малайзии нет никаких ограничений на количество сроков премьеров, потому что это не президент, и, соответственно, пока его партия побеждает, а он занимает ее лидером, ее является, пока он и будет премьером. А вот это у нас слева? А слева у нас находится розовая мечеть. Ворота мечети похожи на ворота мечети Касабланки Хасана II. Минарет 122 метра, сделанный в виде восьмиконечной звезды, копирует минарет одной из багдадских мечетей. Купол мечети с такими интересными окошечками – это египетский стиль. В одной из каирских мечетей есть похожий, а все, что ниже купола – это иранские традиции. То есть мечеть является смешением иранского, иракского, марокканского и египетского стилей и замечательно облицована красивой розовой плиткой, поэтому в народе называется «Розовая мечеть». Названа в честь первого премьер-министра Малайзии Путра – мечеть Путра. Здесь мы можем видеть индийскую свадьбу, которая для фотосессии выродилась в европейских нарядах. Безусловно, здесь есть два варианта – либо они христиане, что вполне может быть. Второй вариант – они могут быть индуистами, но для фотосессии решили сделать в таком варианте. А, конечно же, женились они в правильных нарядах. Это безусловно. Если то их машина, то это сингапурские индусы, потому что на ней желтый номер и сингапурский номер. Но то не их машина. По-моему, они мимо прошли. Да, да, да. И садятся в малазийские номера. Хорошо. Мечеть закончили в 1999-м строить. Это была первая мечеть Путра Джа, и она была на 10, на 11 лет раньше построена, чем металлическая. Мечеть вмещает примерно 15 тысяч человек, и в ней очень любит молиться сам премьер-министр, благо ему недалеко от работы сходить на намаз. Вот дворец украшен снаружи большим парком, а за дворцом находится большой ботанический сад Путра Джа, в котором находится отель «Жан Грилла». Парки, зелень, ландшафтный дизайн – это главные фишки Путра Джа. Здесь на славу поработали ландшафтные дизайнеры. Здесь мы видим композицию из всех флагов Малайзии. Так как Малайзия – это федеративные штаты, то в каждом штате Малайзии есть свой лидер, премьер-министр. И в части штатов есть султаны. У каждого субъекта федерации, штата ли, султаната ли, есть свой флаг. И здесь мы видим композицию из 14 флагов, которые находятся в каждом луче такой клумбы, звезда сверху. И по центру находится флаг Малайзии. Так как Малайзия – это тоже Соединенные Штаты, то флаг чем-то похож на американский. В принципе, мусульманские символы, звезда и полумесяц на штатовском флаге. Окей. А здесь все понятно, да? Фотографии вот тебе. Фотографии. В принципе, поэтому запах это носится. Так. А мы выходим на смотровую площадку, которая покажет нам, подражаясь с другого ракурса. И тоже мечеть можно будет сфотографировать, вернее, заснять. И финансовый сектор отсюда, как я и обещала, смотрится только с другого ракурса. С углом. Под углом. И мост очередной, который соединяет остров с побережьем, тоже имеется. Видите, слева. Как и красавец мост Вавасан, который по центру у нас, по курсу находится. Да, мы его издалека видели, в самом начале, когда видео снимали. Посмотреть более предметно, и конкретно, и даже приблизить. Так вот, ровно. Вот мы видим уважаемого туриста из стран России. Это тот, который в белом, да? Да, и тот, который его снимает тоже. Ну, это явно видно, что он малайца. Итак, смотрим. Мы видим внизу набережную. Потом озеро. Кстати, чистая, как для Азии, очень чистая вода. Это значит, дренажная система прекрасно справляется с своей работой. Грязь после ливней не идет в озеро. В озеро, однозначно, ничего не сбрасывается. Поэтому вода умудряется быть, даже с учетом их почв, вполне себе прозрачной. Ну, как для озера. И видны вот эти решеточки. То есть, понятное дело, что вода, которая попадает в них, она как-то отводится. И через какие-то системы, может, попадает в озеро, а может, и не попадает. Кто-то не знает. Поэтому и чисто. Поэтому и чисто, да. То есть, есть возможность покататься на вот таких корабликах. Они могут в любое время отходить, а раз в два часа оттуда отправляется ракета, которая объезжает вокруг острова. С кораблика открываются тоже, в принципе, недурственные виды для фотографий и видео. Но те точки, в которых мы остановились, они тоже дают возможность посмотреть город с разных ракурсов. Поэтому тратить по 50 ренгит на путешествие на кораблике не обязательно. Прямо по курсу находится особняк султана Силангорского и флаг Силангора, который развивается в желто-красный. А вот чуть-чуть правее, с коричневой крышей, да, которыми? Да, он, я бы сказал, с серой крыши. Ну, да. Там он серенький. За ним находится жилой сектор. Таунхаус, кондоминимум. Это уже жилая обхода. Вон там виднеется таунхаусная застройка, а там кондоминимум. Прекраснейшая осмотровая площадка, отлично видно мечеть отсюда. Многие отсюда фотографируют. Да, отсюда тоже красиво видно. Из ворот не видно, но зато вся мечеть прекрасно видна. И видно, что со стороны озера она сделана как крепостной стеной, явно намекает, что это оплот Ислама Куалумпура и Малайзии всей. Аист полетел. Ага. Вон она аист. Да, видеосъемка на мою пролетел, наверное. Наверное. Экологично. Это вот первый вот этот флаг Путра-Джая. Путра-Джая. Потом флаг Малайзии. Потом флаг федеральных территорий. А, дальше пошли. Потом флаг опять Путра-Джая. Потом Малайзия. Потом федеральных территорий. И так далее. Так как Путра-Джая является одной из трех федеральных территорий, то имеется общий флаг. При этом у Куалумпура и у Путра-Джая есть свой флаг еще. Кажется, дождь начинается. Кажется, начинается. В следующей серии мы отправимся смотреть площадь независимости Куала-Лумпуре с нашим гидом. А кому понравился обзор с нашим замечательным гидом Путра-Джая, ставим лайк, пишем комментарии и подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. Всем до новых встреч!